Я говорю о вашей цитате, что российские миротворцы находятся в Молдове в соответствии с мандатом ООН. Ну как бы... Не с мандатом. Господин Дедович, проведение в Молдове марш... По мандату ОБСЕ и под наблюдением ООН. Подождите секунду. Читает новость. Российские миротворцы, осуществляющие свою миссию в Молдове по соглашению с нашим руководством в соответствии с мандатом ООН, никогда себе не позволяли подобной наглости, хамства и беспардонности, отметил социалист. Эта цитата, это то, что сказали вы. Мандат ООН. Мандат ОБСЕ и под наблюдением ООН. Где это написано? Зачитайте мне статью договора 1992 года, где это написано. У меня здесь есть цитаты из всех документов, которые были. Сейчас дам поручение, дадут мне статью. Российский... Не надо статью. Я нашел. Я погуглил, пока вы с нашей беседовали. Соглашение от 21 июля 1992 года. Единственный раз упоминание ООН в нем содержится в преамбуле, где говорится, что подтверждая приверженность принципам устава ООН. И дальше и совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе. То есть это совсем не мандат ООН. Не, мандат ОБСЕ. Мандат про ОБСЕ тоже нет. И мандата ОБСЕ тоже нет. Российские миротворцы, Игорь Николаевич, российские миротворцы находятся в Республике Молдова по договоренности двух сторон. Республики Молдова и Российской Федерации. Никакого другого международного мандата не существует. Это чтобы внести ясность. И еще маленькая деталь. И слово «миротворцы» в соглашении 1992 года тоже не встречается. Стороны договорились их именовать миротворцам. Миротворческая операция. Давайте не будем сейчас плотирно. Нет, будем. Потому что говорить о том, что они находятся под мандатом ООН, это значит говорить неправду. Мандат ОБСЕ.